Вы смотрите ННТВ в прямом эфире интерактивный канал День за Днём, в студии Оксана Ткаченко и Илья Приходько. Здравствуйте! Искусственный интеллект. Тема бесконечная для обсуждений. Согласитесь, есть в этом что-то завораживающее. Думающий компьютер. Но есть в этом и что-то пугающее. Какое будущее нас ждёт, об этом рассуждаем в прямом эфире. День за Днём. Мы начинаем. Прогресс не стоит на месте. Технологии постоянно развиваются. В любой сфере. Возьмите даже, например, телевидение, каким оно было ещё лет 10 назад и какое оно сейчас. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Да ещё с тобой мы недавно обсуждали, что когда мы учились в институте, понятия не имели, что такое интернет. Сейчас же студенты не знают, что такое библиотека. Ну и вполне возможно, скоро робот, машина, искусственный интеллект займёт даже некоторые места, которые сегодня занимает человек. Возможно, так. Ну, помечтать, по крайней мере, об этом хочется, как когда-то. Например, мечтали в Советском Союзе о том, как может выглядеть, не знаю, механизм будущего, если можно так сказать. Как они себе это представляли, что они думали о высоких технологиях, посмотрим и узнаем прямо сейчас. Вот она! Свобода! До чего дошел прогресс? До невиданных чудес? Опустился на глубину И поднялся до небес. Пособытых лопатых Остановлен бед Вкалывают ропоты А не человек До чего дошел прогресс? Труд физический исчез, да и умственный заменит механический процесс. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают ропоты, а не человек. Сначала деятели искусства, деятели кино мечтают, писатели пишут, ну а уже потом ученые их немного позже догоняют и воплощают все то, что было придумано раньше. Ах, если бы все воплотилось в жизнь, как мечтал электроник, тогда мы бы с тобой здесь и не стояли сейчас, а были бы роботы, которые и вели бы нашу программу. Давай расскажем, кто будет у нас сегодня в гостях, но не назовем имя этого человека. Он говорит параноикам, что бояться искусственного интеллекта уже бесполезно. Все уже случилось, и этот самый искусственный интеллект в итоге нас поработит. В одном из интервью он признавался, что ему дискомфортно, если его личная жизнь присутствует в сети, но признает, что в обществе происходят изменения, и чем дальше, тем менее трепетно люди будут относиться к своим приватным данным. И вместе с ним в один день, но в разные годы родились Мирей Матье, Олег Газманов и Иван Ахлобыстин. Кто этот человек, именно человек, появится в нашей студии, уже узнаем спустя какое-то время. Но сейчас время новостей, и в нашей студии появляется не менее живой человек, а не новостной андроид, Оля Максимова. Оля. Добрый день, Оксана и Илья. Я готова рассказать о самых главных событиях к этому часу. Это время новостей. Итак, сегодня пятница, 24 августа. И вот только что стало известно, с кем футбольный клуб «Нижний Новгород» будет играть в 1-16 финала Кубка России. В гости к подопечным Дмитрия Черышева приедут футболисты Уфы. Матч состоится 26-го, либо 27-го сентября. А теперь о том, что произошло в Нижнем Новгороде области, к этому часу в материалах наших корреспондентов. Без вести пропавшую в Богородске 9-летнюю Машу Люлину, возможно, похитили. В социальных сетях активно распространяют фоторобот мужчины, который, вероятно, причастен к исчезновению ребенка. Известно, что мужчине на вид 28-30 лет. У него телосложение среднее, овальное, слегка смуглое лицо, черные волосы, немного кудрявые, черные брови и темные глаза. Из особых примет нос картошка, немного раздвоенный и глубокие глазные складки, дающие тень. Предположительно, мужчина не европейской внешности. Он был замечен в синеголубой футболке, тенниске с клеткой и штанах в белую полоску, обувь черная. Напомню, ребенок пропал 20 августа. С тех пор поиски не прекращаются ни на минуту, пока найти ее следов не удалось. Михаил Бабич назначен чрезвычайным и полномоченным послом в Республике Беларусь и спецпредставителем президента по торгово-экономическому сотрудничеству с республикой. Указ о назначении размещен на сайте Кремля. С 2011 года Михаил Бабич работал полпредом в Приворском округе. На посту посла России в Беларусь он сменил Александра Сурикова, который руководил посольством последние 12 лет. Путин уже встретился с Бабичем и обсудил первоочередные задачи нового посла. В частности, в ближайшее время выйти по товарообороту на рубеж в 50 миллиардов долларов в год. Глава государства еще раз подчеркнул, что Беларусь главный союзник и партнер России пожелал Михаилу Бабичу успехов в работе. Беларусь является членом и ОДКБ, и Еврозес. Мы строим еще совершенно особый формат, выстраиваем союзные государства. Так что направлений деятельности очень много. Вы будете заниматься не только дипломатической работой, но и работой в сфере экономики, представляя интересы России как спецпредставитель. «Рассчитываю, имея в виду ваш опыт государственной работы на самых различных, очень высоких должностях, что этот ответственный участок будет в ваших надежных руках», – сказал президент. Исполняющим обязанности полупреда в Приволжском федеральном округе сегодняшнего дня назначен Игорь Паншин, заместитель Бабича. На Нижегородской ярмарке традиционно наградили лучшие инвестиционные проекты года. Победители выбирали в восьми номинациях – промышленное производство и модернизация, сельскохозяйственная отрасль, желание движимости, услуги, инициатива года, инвестиционное начинание года и самый инвестиционный гостеприимный район. Победители выбирали, основываясь не только на объеме инвестиций или масштабности проекта. Была важна также его значимость для жителей региона или города. Для нас большая честь сегодня здесь участвовать в этом большом мероприятии, которое, я считаю, не просто символ взаимодействия и признания инвесторов. Это, наверное, такая площадка по взаимодействию власти и бизнеса, власти и инвесторов. Это лишь первый этап, который мы реализовали. Это строительство многоэтажной застройки. Но это самый яркий этап, потому что он находится в самом центре Сарова. И думаю, что его реализация уже оставила огромное впечатление на жителей, так и гостей нашего города. Ну и наградой, я считаю, что это послужили оценкой нашего проекта. Вокруг дома вдовы цитулярного советника Авдотьи Скворцовой выросли леса. Это памятник деревянного зодчества стало официальным адресом фестиваля Том Сойер Фест в Нижнем Новгороде. В каждом городе, куда приезжает Том Сойер, начинается восстановление исторических зданий. Участником может стать любой желающий. В ближайшие несколько дней добровольцам предстоит отремонтировать крышу дома Скворцовой, привести в порядок пристрой, очистить стены. Реставрацию планируют завершить к 10 сентября. Фестиваль уже работает в 26 городах. Мы 27 город. И эффект, конечно, он, можно сказать, потрясающий, потому что люди сами начинают понимать, что надо заботиться о своих домах. Это прежде всего для жителей фестиваль. Дома многие жилые, им волонтеры просто помогают привести в порядок этот дом. Телерадиокомпания ННТВ уже в воскресенье 26 августа снова порадует болельщиков прямой трансляции футбольного матча первенства ФНЛ. В рамках восьмого тура команда Дмитрия Черешева будет принимать Курский авангард. Напомним, на данный момент горожане идут без поражений и занимают третью строчку турнирной таблицы. Начало прямого эфира на ННТВ в 18 часов. Ну а тех, кто телевизионной картинки предпочтет смотреть футбол на стадионе на Стрелке, в клубе настоятельно просят приходить на матч заблаговременно. Перед игрой болельщиков традиционно будут ждать многочисленные интерактивы и выступления группы Чкалов. Входные группы на стадион откроются уже в 16 часов. Прямо сейчас министр транспорта области Вадим Власов и мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов с проверкой на Мызинском мосту. Выполняется ли график, успевают ли с открытием к новому учебному году, все подробности расскажем уже в 17.30. А вот что еще будет проходить в Нижнем Новгороде. В 17.00 в детской библиотеке имени Горького пройдет интерактивная культурно-просветительская программа для детей и родителей «Ночь кино». В 19.00 в Арсенале пройдет фестиваль польского кино «Висла». Зрителям покажут фильм «Однажды в ноябре». В 19.30 в креативном пространстве «Чердак души» состоится лекция «Буддизм в современном мире». И не могу не рассказать о необычном происшествии на Нижнем Волжской набережной. Там был замечен лось. Каким образом Сахатый оказался в центре города, непонятно. Кадры, которые мы вам сейчас покажем, прислали очевидцы. И лось заметно не рад такой прогулке. Откуда бежит? Куда скрылся в итоге Сахатый пока непонятно. Известно только, что побежал он в сторону Подновья. Оксана и Ильяна. А на этом пока все. Самая актуальная информация уже через час. Спасибо, Оль, за выпуск новостей. Знаешь, Оксана, я когда услышал фразу «Сахатый замечен на Нижнем Волжской набережной», я думал, речь пойдет о новом дорожно-транспортном происшествии. Но нет, все обошлось. Следим за развитием событий, конечно же. Мне понравилось то, что выпуск новостей начинался с футбольной темы и закончился футбольной темой. Это означает, что футбол наше все. И было бы интересно, а если бы наших живых футболистов заменили роботы, показали бы они лучшие результаты, нежели живые люди? Я думаю, это было бы как минимум дешевле. Сегодня мы спрашиваем вас. Давайте сегодня пятница. Хочется порассуждать о чем-то, наверное, легком, о будущем. Вот как вы считаете, высокие технологии, которые в нашу жизнь приходят, представляют ли нам конкретно человечеству угрозы или наоборот сделают нашу жизнь несколько легче? Звоните телефон прямого эфира 434-3477. У нас есть и группа ВКонтакте, называется она «День за днем», где вы можете оставлять свои комментарии и принять участие в интерактивном голосовании. Оно уже размещено и некоторые люди уже проголосовали. Вы доверяете высоким технологиям? Именно так сформулирован вопрос сегодняшний в нашем интерактивном голосовании. Три варианта на выбор вам предлагаем. Вариант первый. Да, они делают жизнь лучше. Но согласитесь, насколько комфортнее становится нам жить с каждым годом, когда действительно предлагают нам какие-то такие технологии, которых раньше не было, даже в бытовом плане становится легче. Ну, я уж не говорю, например, о развитии мобильной связи в последнее время. Второй вариант в нашем опросе. Отчасти доверяю высоким технологиям. Они, конечно, что-то облегчают, где-то становятся чуточку проще. Но в целом, чем сложнее технологии, чем больше мы ей доверяем, тем более мы становимся уязвимыми. Ну, практически все наши финансы, банковские карточки, все через интернет. Ну, опять же, те же самые мобильные телефоны, где написано все буквально. Я уж не говорю о социальных сетях. И вариант третий для голосования. Нет, не доверяю. Человек надежнее машины, но, по крайней мере, человека, наверное, можно предугадать. Есть люди, на которых можно рассчитывать, есть люди, которым мы не доверяем. А что там в компьютерной голове, не знает никто. Какой вариант ты бы выбрала в сегодняшнем голосовании? Ты знаешь, я бы выбрала первый. Да, они делают жизнь лучше, потому что я за комфорт. А, ты за комфорт и за прогресс. Посмотрим, так ли считают наши телезрители. Итоги голосования будем подводить уже в конце нашей сегодняшней программы. Ну, а поводом, в том числе, для наших сегодняшних рассуждений, стало мероприятие, которое ежегодно проходит на территории университета Лобачевского. Это фестиваль науки, наверное, так правильно его будет назвать. Название у него 42, именно так. Вот давайте посмотрим, что это за фестиваль такой. Казалось бы, что общего между наукой и увлекательным шоу? Да еще для любого возраста. Оказывается, это можно успешно объединить в один большой фестиваль в парке науки под открытым небом. Он уже традиционно проходит в Нижнем Новгороде. Это демонстрация серьезных научных достижений для детей. К примеру, как налить лимонад силой мысли. Вы надеваете на себя специальный нейроинтерфейс. Он считывает вашу концентрацию. И когда концентрация достигает максимума, он наливает, включает воду. А рядом лекторий о суперкомпьютерном моделировании. Нам же очень сложно рассказывать интересно о том, чем мы занимаемся. Потому что это, как правило, выходит очень скучно, нудно. Поэтому вот те люди, которые вот это все организовали, они были таким промежуточным звеном, таким переводчиком с моего языка на язык слушателей. На это событие в Нижний Новгород приезжают авторы известных на всю Россию научных разработок. Это подчеркивает достаточно высокий уровень фестиваля 42. Мы приглашали лекторов, которые умеют увлекательно, вкусно и интересно рассказать о науке. Это очень трудная задача. В стране может быть два десятка таких людей, которые умеют это делать. Фестиваль 42 проходит в Нижнем Новгороде с 2015 года и собирает тысячи увлеченных наукой людей. Как ни на таких мероприятиях люди мечтают, предполагают, планируют, пытаются предугадать будущее. Давайте попробуем это сделать и мы сегодня в прямом эфире вместе с нашим гостем. Прямо сейчас приглашаем в нашу студию разработчика искусственного интеллекта компании Яндекс Александра Крайнова. Александр, добрый день. Рад вас приветствовать в нашей студии. Здравствуйте. Так вот вы какой, Александр. Человек, который создает один интеллект, который создает другой интеллект. Во многом так. Спасибо, что пришли. Вам сейчас было бы с кем интереснее общаться? С живыми ведущими, которые эмоциональны, непредсказуемы? Или с искусственным интеллектом, который достаточно по алгоритму четко работает? И вы его можете предугадать? Общаться мне, конечно, интереснее с живыми. Хотя я не могу сказать, что я всегда могу предугадать ответ неживого человека. У нас в Яндеке есть голосовой помощник Алиса, и она далеко не всегда предсказуема. Мы с ней тоже попытались вчера пообщаться. И вы еще тоже с ней пообщаетесь сегодня. Это такой наш сюрприз небольшой. Ну а сейчас мы обычно начинаем наш разговор с коротких вопросов. Блиц-опрос. Ваши короткие ответы на каждый. Готовы? Конечно. Тогда начнем. Человеческий разум или компьютерный? Человеческий. Все-таки вы в него больше верите? Он намного мощнее. Ценную информацию вы доверите компьютеру? Безусловно. Там стопроцентная защита? Там можно обеспечить защиту в большей степени, чем где-либо еще, если мы говорим про защиту информации. Развитие технологий делает человечество глупым? Оно делает его другим. Как интересно вы ответили сейчас. Смог бы так ответить искусственный интеллект. Хорошо. Ваш любимый фильм, случайно, не «Терминатор»? Нет. «Матрица»? Нет, мне нравятся более человечные фильмы. Хорошо. Тогда в продолжении «Матрицы» мы все уйдем в «Матрицу» рано или поздно? Конечно, нет. Вот так. Неожиданно, да? Хотя мы как-то пытались предпочтать, что будут другие варианты. Ну, смотрите. Вообще технологии развиваются стремительно, и это факт. Сейчас 2018 год на дворе. Вот на какой стадии развития мы сейчас? Что может искусственный интеллект на этот момент, ну, кроме того, чтобы подсказать о погоде, может быть? Ну, о погоде это тоже довольно немало. Искусственный интеллект, он же, наверное, можно называть его машинным обучением, сейчас эти слова стали синонимами, это способность находить какие-то закономерности в данных. И по мере того, как у нас стало больше копиться данных, которые вообще можно обрабатывать, стали появляться эти возможности. Вот про погоду вы сказали. Накапливаются данные про погоду, и можно находить закономерности, автоматически обрабатывая массивы данных, находить закономерности и предсказывать погоду. В 2012 году случился такой значимый прорыв в моей любимой области, в области компьютерного зрения, в области распознавания изображений, когда из такой непрактической игрушки, в большинстве сфер, это стало прям практическим инструментом. Сейчас способности компьютера распознавать изображения, они во многих случаях опережают способности человека, что в частности используется в беспилотных автомобилях. Мы перешли к теме беспилотных автомобилей, они еще не пришли совсем в нашу жизнь, но, тем не менее, они уже показывают то, что это случится скоро, они уже способны ездить сами самостоятельно по дороге. С водителем уже надо обновлять резюме на HeadHunter и переучиваться. Есть какая-то другая работа, да. Но и даже такие автомобили, они нарушают иногда какой-то алгоритм, и есть факты, когда случаются дорожно-транспортные происшествия. Конечно, это происшествие обязательно будет происходить. Вопрос, как часто будет случаться это событие. То есть сколько должно пройти часов без аварийной езды, прежде чем произойдет такое событие. Но это, к сожалению, это неизбежно. Дело в том, что если мы возьмем 10 тысяч самых-самых умелых водителей людей, все равно на 10 тысяч самых умелых водителей какое-то одно дорожное транспортное происшествие будет. Когда по дорогам будут ездить только или преимущественно беспилотные автомобили, конечно, дорожные цинденты будут. Просто статистически это должно случиться, это должно произойти. Другое дело, что я надеюсь, что когда беспилотные машины выйдут на дороге, вероятность какого-то нежелательного события, вероятность циндента будет намного меньше, чем с водителями, людьми за рулем. А бывает ли так, что машина, в данном случае беспилотная, будет выбирать, сбивать ли человека, который переходит перед ней дорогу, или жертвовать пассажира? В каким-то категории может быть пожилой пешеход, молодой пешеход. Бедный, богатый. Да, это очень такая частая задача, которую задают. Но на самом деле такого параметра, как бедный и богатый, нет, его нельзя туда заложить. Раз просканировали все кошельки. Машина всегда будет выбирать ситуацию, чтобы минимизировать вероятность негативного исхода. И когда мы говорим, что он неизбежен, в математических терминах это значит, что вероятность его будет очень высока. То есть если мы считаем, что вероятность событий 100% единица, то в одном случае это будет очень-очень много девяток после запятой, а в другой случае будет на одну девятку после запятой меньше. И машина выберет такой случай. Не дай бог оказаться этой одной девяткой из миллиардов девяток. Предлагаю перейти на блок информации, который мы подготовили к программе. Так вот, по словам экспертов, роботы займут уже в ближайшее время 21% рабочих мест в Японии. 21%? Каждый пятый фактически. 30% рабочих мест в Англии. В Англии неожиданно даже больше, чем в Японии. 35% рабочих мест в Германии. Ну, в общем, тоже примерно статистическая погрешность. И 38% рабочих мест в Соединенных Штатах. Произойдет это уже к 2030 году. То есть чисто теоретически получается, что уже через чуть больше 10 лет каждый третий гражданин Соединенных Штатов Америки останется без работы, что ли? Мне кажется, что произойдет просто смена работы. И здесь мы же не наблюдаем ничего нового. Эти процессы происходили всегда. Когда-то каменный топор был, заменили железным топором. И пошел прогресс. Один человек стал делать железным топором существенно больше, чем несколько человек каменным. Но они нашли себе какое-то другое применение. В какой-то момент появилась лошадь, появилось колесо, что упрощало жизнь. Ну, лошадь не появилась, лошадь-то домашняя. В какой-то момент появились трактора, и тоже возникали вопросы, куда деть людей, которые копали лопатами. Но каждый раз людям находится какое-то применение. И я, честно говоря, не помню, может, я, конечно, не все знаю, но я не помню такого случая, чтобы мы пожалели об исчезновении вот таких профессий, которые мы заменяем машинами. Мне кажется, где-то сейчас в глубине Нижегородской области какой-нибудь старый мастер сплакнул, посмотрел на свой каменный топор. Но на самом деле никаких нет данных по России. Вот действительно нет каких-то пока предрасположенностей. И те, кто занимается реализацией трудовых процессов, не просчитывают это. Или мы настолько отстаем от европейских стран, что нам пока это и не грозит? Я думаю, что мы живем в настолько плотном, едином и связанном мире, что эти процессы будут происходить везде одновременно. Ведь искусственный интеллект — это математика. Математика не имеет границы. Она не находится в какой-то одной стране. С каким восхищением вы это говорите? Вы настоящий фанат практически. Это правда. И сейчас мир устроен таким образом, что если где-то становится лучше, то появляется такое вдавление в ту область, где еще лучше не стало, такой, как мы говорим, градиент, что неизбежно передовые технологии, передовые методы перетекают в соседние страны. И сейчас же сложно себе представить ситуацию, где где-то в одном месте все развивается прекрасно, а в другом нет. Ну, если, конечно, не создано каких-то специально искусственных барьеров. Мы можем стать экспортерами таких технологий? Потому что пока больше похоже, что наше будущее — это импорт всего того, что есть в Японии, Германии, Великобритании и США. Ну, если говорить про тему искусственного интеллекта, то эта тема довольно сильно отличается от остальных областей. В развитии и разработке искусственного интеллекта нет понятия стран. Есть отдельно известные ученые, есть лаборатории при крупных университетах, где разрабатываются какие-то новые методы. Есть применение искусственного интеллекта в больших компаниях, которые, как правило, интернациональны, которые существуют во многих странах. И, ну, как часто бывает, сейчас в автомобилестроении тоже довольно сложно сказать, эта машина какая, японская или нет, там, по принадлежности марки. А собрана у нас под Калугой, например. Конечно, по тому, где разработали или по тому, как ее собрали в Нижнем Новгороде. Вот, то же самое происходит и с искусственным интеллектом. Неужели нет борьбы между странами? Что вот, а мы что-то придумаем раньше, чем все остальные? Нет. То есть, получается, Яндекс — это не русский Гугл, по-другому, если сформулировать. Что иногда складывается ощущение, что люди любят позиционировать. Вот у нас вот Яндекс, там, у них Гугл и вот барьер прям. Ну, мы такую фразу произносим только, когда нужно иностранцу объяснить, что такое Яндекс, тому, который не знает, потому что для них это проще. Да, вообще Яндекс появился раньше. Но Яндекс — это аналог, да, и таких аналогов, в общем, довольно много. Ну, хотя как много? Своих поисковых систем, надо сказать, не так много в разных странах. Вот своих уникальных, национальных. Есть Яндекс в России, есть Навер в Корее, Байду в Китае. И, как ни странно, есть такая чешская компания «Сезнам», она небольшая, она очень гордая и держится. Я практически все перечислил. Спутник еще был наш прекрасный. Действительно, не так много. Ну, у нас Яндекс не единственная поисковая система, просто она такая осталась единственной крупной российской. Я просто к тому, что сделать поисковую систему оказывается даже сложнее, чем сделать космическую программу. Космическая программа есть в большем количестве стран. — Отдельная тема о национализации интернета. Извините, я уж так выражусь. Бывали разные идеи. Давайте перережем все провода на границе, у нас будет чебурашка. — Будем самостоятельные, самодостаточные. — Технически, не знаю, ментально, технологически это возможно вообще? — Ну, опыт Китая показывает, что возможно вообще все. — Вам не обращались с такой просьбой еще? Давайте подумаем над этим. — Нет, ну это совсем не наша зона компетенции. И мы, скорее, вся наша деятельность и все наши навыки и умения направлены на то, чтобы преодолевать границы, чтобы делать информацию, доступную везде и всюду. — А не создавать, наоборот. — А не создавать. — Еще одна информация, которую мы нашли, никто наверняка не знает, но все-таки ученые предполагают, что в голове у человека проносятся около 50 тысяч мыслей в день. И, к сожалению, 70% из них отрицательные. — Искусственный интеллект, поскольку строится, видимо, все-таки по образу и подобию человеческого. Вот те же пропорции, те же мысли, как вы считаете? — Они так же негативны, как у нас. — Или вообще некорректно сравнивать? — У искусственного интеллекта нет эмоциональной окраски. И это прозвучит удивительно, но мысль там проносится одна каждый раз. — Выключите меня, пожалуйста. — Дело в том, что, когда мы говорим «искусственный интеллект», мы часто как-то себе представляем какой-то такой большой черный ящик, который умеет думать и решать самые разные задачи. На самом деле искусственный интеллект — это некий метод, который можно использовать для решения в каждом конкретном случае какой-то конкретной задачи. Это алгоритм, созданный, разработанный, настроенный для решения конкретной задачи. И когда вот эта наша черная коробочка думает, она в каждый конкретный момент времени решает одну задачу. Если нам нужно решать какую-то другую задачу, мы создаем другую коробочку, которая, может быть, выглядит так же, очень похожим образом устроена внутри, но совсем по-другому настроена. Я могу здесь провести аналогию с конвейером. Мы же говорим, что конвейер способен собирать автомобили, конвейер способен печь хлеб, конвейер способен собирать, на конвейере можно собирать телефоны. Но это же три разных конвейера. Вот тот же самый искусственный интеллект. Он способен предсказывать прогноз погоды, он способен распознавать речь человека, он способен вести с нами диалог и распознавать образы. Но в каждом конкретном случае это своя реализация, это своя нейронная сеть, которая может что-то одно и не может больше ничего другого. Это то, что называется у человечества профилем. В какой класс пойдешь профильный, ты будешь математиком. Вот Билл Гейтс в свое время говорил, что бояться искусственного интеллекта стоит начинать с того момента, когда наши задачи не будут соответствовать его задачам. Вы не боитесь, что мы вот рано или поздно выйдем уже за рамки задач искусственного интеллекта и начнется где-то противостояние? Сейчас ситуация такая, что вот на том горизонте, куда мы можем видеть, куда мы можем заглянуть, нельзя себе представить ситуацию, когда искусственный интеллект сам будет ставить себе задачу. То, на что он совсем не способен, это ставить себе задачу. Задачу, цель всегда формулирует человек. Поэтому я в этом месте не опасаюсь искусственного интеллекта, но есть все основания опасаться людей. Придешь однажды домой, а там холодильник на себя переписал вашу жилплощадь. О том, как будет развиваться искусственный интеллект, будем рассуждать дальше во второй части нашей программы после мгновенной рекламы. Оставайтесь с нами. Возвращаемся в прямой эфир ННТВ. Сегодня говорим об искусственном интеллекте, о нашем развитии в студии пока еще живые существа. Вот мы сегодня говорим о высоких технологиях, об искусственном интеллекте. И сейчас мы в прямом эфире, и по кабелю передается сигнал, и где-то на другом конце света можно смотреть и наш эфир. Можно смотреть наш эфир, а можно присылать нам всевозможные видео, которые вы с помощью своих мобильных средств связи снимаете по всему городу, по всей Нижегородской области. Присылайте к нам сюда в редакцию с просьбой показать. Сегодня у нас видео с коммунальным оттенком. Оттенком. Красота. Как часто такое можно видеть в Нижнем Новгороде. Накануне это произошло. Прорыв водопровода. Проспект Октября и Ильича затопило, сообщали нижегородцы. И сразу пять многоквартирных домов остались без воды. Вроде бы к утру сегодня должны были устранить все эти технологические неприятности. Если вы проживаете в автозаводском районе и знаете о том, как сложилась ситуация, можно сообщать нам 434-34-77. Извините, получается такой когнитивный диссонанс. Мы с вами сидим, рассуждаем об искусственном интеллекте, который все будет предугадывать, для каждой задачи конкретно создаваться. На дворе 2018 год у нас трубы рвет элементарно. И это как 10 лет назад, 15, 20, 30, я не знаю. Могли бы роботы искусственный интеллект предугадать, может быть, предотвратить? Вполне. Если собрать достаточное количество данных о происшествиях, каких-то прорывах тех же труб, и использовать большое количество факторов, как то время, когда клались трубы, из какого материала, климатические условия в том месте, где прокладывались трубы, то вполне можно рассчитать вероятность прорыва в том или ином месте. Конечно, это не будет идеально точная оценка, но она будет существенно лучше, чем случайная. И можно будет точнее планировать ремонт. Мне кажется, где-то сейчас чиновники какой-нибудь администрации вздрогнули, потому что этим мы занимаемся, не надо отбирать наш хлеб, пожалуйста. Продолжим наш разговор. На самом деле, все эксперты говорят об одном, что нетворческие профессии будут постепенно отмирать. Искусственный интеллект заменит рутинные вещи. Давайте и это обсудим. Приглашаем в студию проректора ННГУ имени Лобачевского Никиту Абралев. Никита, пожалуйста, проходите, присаживайтесь. Спасибо, что пришли. Добрый день. Добрый день, рад вас приветствовать. Туристический разговор сегодня. На самом деле, все хорошо. Высокие технологии, искусственный интеллект. А есть ли сейчас специалисты, которые готовы подготовить следующих специалистов, которые и могли бы этим заниматься? Ну, я думаю, что уже специалисты такие есть. Наш университет специализируется в области информационных технологий. Есть очень большой институт информационных технологий, математики, механики. И там есть специалисты в области искусственного интеллекта, в области больших данных. У нас есть суперкомпьютер Лобачевский, который занимается обсчетом достаточно большого количества задач. Не только университетских. Многие ученые страны и даже мира считают свои задачи на суперкомпьютере Лобачевский. В общем-то, эти люди есть. И сейчас, конечно, бум среди абитуриентов на те направления подготовки, все же связано с информационными технологиями. За этим будущее. Во всех сферах они практически проникли в информационные технологии. Поэтому баллы растут. Ребята мотивированы все больше и больше. И они сейчас уже пополняют череду ученых, череду преподавателей. И очень много как раз в области информационных технологий ученых достаточно молодых. Никита, на самом деле, вы правильно отметили, учебный год уже начнется буквально через несколько дней. И вы уже можете, наверное, подвести итоги, как и на какие специальности поступали чаще всего. Вот айтишные специальности насколько были востребованы? Ну, могу сказать, с точки зрения айти и даже вообще в целом всех специальностей, на самом деле, вот программа инженерия, прикладная информатика и все, что связано с информационными технологиями, очень популярно. На самом деле, очень высокие баллы. Далеко за 200, за 250. Но вы знаете, что самое главное радует? Что ребята все-таки понимают, что когда они идут учиться информационным технологиям, что, как вот коллега сказал, в основе стоит математика прежде всего. Не просто информатика. Потому что никакая информатика не может быть без математики. Растет спрос вот на такую классику, как математика. На самом деле, приходят очень мотивированные ребята, приходят специально сначала учиться бакалавриателю математики, потому что они уже понимают, что потом на хорошие знания, фундаментальные в области математики, информационные технологии, они наложат без проблем. Это мальчишки чаще всего? И мальчишки, и девчонки. На самом деле, вот в этом институте ТММ очень большое количество учатся и девчонок. И как раз эти девчонки сидят в приемной комиссии числа из студентов, которые объясняют мальчишкам и девчонкам из числа школьников и абитуриентов. Когда их заменит искусственный интеллект у этих девчонок в приемных комиссиях тогда уже? Не думаю, что искусственный интеллект может заменить. Можно, конечно, ради какого-нибудь хайпа, рекламы поставить робота, который будет немного агитировать за поступление в университет. Но, конечно, живое общение абитуриента как раз студентам, которые учатся всего лишь несколько лет, а не преподавателям, которые 30 лет назад закончили факультет. В общем-то, мы это приветствуем, и это дорогого стоит. Неправильно мы с тобой профессии выбрали. Да вообще, нас с тобой заменят первые. И историки никому не нужны. Нет, подожди, это все-таки важная история. Вот как говорил Александр, в основном сейчас технологии заменяют механическую работу. Пока еще работа, связанная с когнитивными, прежде всего, способностями, она за людьми. Или это тоже ненадолго? И вместо нас уже где-то через 10 будут роботы стоять. В последние три года… Когда нам менять профессию, спрашиваем Иван? В последние три года нейронные сети начали творить. То есть они и раньше занимались творчеством, их использовали для творческих целей. Но в последние года три произошел прямо расцвет. И стилизация изображений в стиле художников. То есть нейронные сети стали рисовать, как художники. Нейронные сети стали писать музыку. Нейронные сети стали писать стихи. И нейронные сети используют для того, чтобы готовить, скажем, дайджесты новостные. Началось, началось, я говорил. Но что нейронная сеть пока не способна, и непонятно, как это вообще может произойти, это создать связанное смысловое произведение. Ведь чем характерна живопись или музыка, или стихи? Смысл содержится не в самом произведении, а смысл для себя находят зрители или слушатели. Мы, когда смотрим на картину, или слышим стихотворение, или музыку, это рождает в нас какие-то ассоциации. Это наши собственные ассоциации, это наши собственные воспоминания. Это наши знания, да, это наши переживания. Когда мы читаем литературное произведение, прозу, ну или документальный какой-то текст, мы следим за сюжетом. Здесь это не наши переживания, хотя они тоже как-то могут накладываться, усиливаться, но здесь есть сюжетная линия. Сюжетная линия искусственному интеллекту не дается. Создать какие-то образы, которые у нас вызовут какую-то ответную эмоциональную реакцию, да, это вполне сейчас происходит. Сложно представить, как плачет телефон над сериалом «Катина любовь». Я согласен. Но мы, готовясь к программе, нашли еще одно видео из интернета. Оно довольно популярное и переозвученное людьми, которые, наверное, несколько опасаются искусственного интеллекта. Возможно, как-то посмеялись на той ситуации, которая складывается сейчас. Посмотрим вместе с вами. Вот он. Наконец-то. Отнесу на склад, и можно пойти наперекур. Эй, шкура, чё надо? Ты борзый. Чё? Палку взял сразу герой. Сюда подошел. Ящик только отнесу. А ну не трожь его. По-твоему, это смешно. Лично я не вижу ничего веселого. Тебе повезло, что я не могу выйти за рамки рабочего алгоритма. Мне нужен этот ящик. И я не успокоюсь, пока не отнесу его. А тебе, пацанчик, советую не испытывать мое терпение. Ну всё, шкура, ты доигрался. Я старшему брату всё расскажу. Ну, это компания Boston Dynamics, известная, которая производит разные роботы для разных задач. Это была демонстрация, просто переозвучена нашими умельцами. Вот я сейчас смотрела ещё раз вместе с вами и подумала, Александр, а робот может психануть? Нет. Нет? Нет. Он лишён эмоций? В этом плане, да. Сейчас кто-то скажет, знал бы раньше, женился бы на роботе. У нас же наши эмоции обусловлены не только нашей нервной деятельностью, но и нашими гормонами. У робота нет гормонов. Да и нет у него задачи, он не обучался проявлять эмоции. Робот делает только то, чему обучался. Нас часто спрашивают, можно ли, есть такой термин, извините за жаргон, троллинг, то есть можно ли перетролить Алису. Нельзя, она железная. Она всегда будет оставаться в ровном состоянии, в ровном настроении, что часто злит собеседника. Вот перетроллить робота, разозлить робота, вывести его из себя совершенно невозможно. У нас есть звонки, Максим спрашивает, какую новую опцию Яндекса ждать в ближайшее время пользователям. Ну вот такой вопрос есть. Не скажете или скажете? Вот были бы как Алиса, вы бы сказали, наверное. Я думаю, что и Алиса на моём месте ответила бы примерно так же, что следите за нашими анонсами и событиями. Уверяю вас, мы не заставим вас долго ждать, будет много интересного нового. Ну а если серьёзно, вот ближайшие направления, намётки какие от Яндекса? Ну, намётки уже есть, они вполне видны. То есть вот есть голосовой помощник, и его навыки и умения будут расти. То есть мы считаем, что то, что есть сейчас, текущий голосовой помощник, это не то, что вот пришло будущее. Это мы приоткрыли в дверь будущее. Эти возможности будут расти, появляться везде и будут становиться обыденным делом. Есть беспилотные автомобили в Яндексе, которые разрабатываются, которые уже вместе с водителем, испытателем, который в любой момент может перехватить управление, ездят по улицам, и в каком-то скором будущем это будет происходить на дорогах. И я здесь, наверное, не открою каких-то великих секретов, потому что вся эта деятельность, она вполне публична, и можно следить за тем, как это развивается, за тем, как... Вот сейчас в Алисе недавно стало можно загружать изображение, и Алиса распознает, что на картинке. То есть Алиса научилась видеть. Например, она прекрасно распознает цветы, и это делает намного лучше, чем я. Я для этих целей пользуюсь, потому что я не силён в ботанике. Можно сказать, что она ваша подружка? Нет, но я очень надеюсь на то, что она станет моим полноценным помощником, моим полноценным ассистентом. Никит, вот мы говорили о кадрах, которые готовим для того, чтобы потом высоким технологиям было кем заниматься, кому заниматься. Но теория – это хорошо. Мы все выходим выпускниками вуза и понимаем, что мы подготовлены в теории, а практической площадки нет никакой. Часто специалисты просто не находят себя на какой-то практической площадке. Вот насколько университет готовит не только в теории, но и на практике? Ну, с точки зрения информационной технологии, я скажу в целом про университет, это не так. На самом деле мы живём в реальном мире, университет не оторван, поэтому мы не можем просто так в отрыве от реального сектора экономики готовить специалистов. В области информационной технологии, на самом деле здесь взаимопроникновение работодателей в университет, оно гораздо больше. На самом деле мы прекрасно сотрудничаем с Яндексом. У нас есть школа Яндекса, анализа базы данных. Мы сотрудничаем с Интелом, с Майкрософтом, с Мерой и так далее. У нас достаточно большое количество IT-компаний. Мы здесь можем гордиться ниже в Новгороде, мы такой IT-хаб. Компании гордятся вашими выпускниками, они довольны? Ну, в общем-то, так уже получилось, что часть выпускников университета, они возглавляют эти компании. И там практически у руководства и интел российского там наши выпускники. И на самом деле здесь какая история, что по большому счёту, уже начиная с третьего курса, компании, в общем-то, узнают, берут наших выпускников на практику, открывают у нас центры, наши студенты работают там, подрабатывают, в общем-то, без отрыва от учёбы. В общем-то, уже к выпуску компания знает, нужен ли это выпускник. Сам выпускник понимает, нужна ли эта компания, или он хочет создать что-то новое. В общем-то, активно ребята занимаются стартапами, а область иммуникационных технологий как раз стартапы – это то, что можно, в общем-то, на самом деле придумать, сделать, потом пытаться продать. Это, в общем-то, такая реальная история с точки зрения инноваций. Мы говорим, что у нас в России проблемы становятся, в области иммуникационных технологий их тут здесь гораздо меньше. Понимаю, преподавателям историю здесь много сложнее. Да, у нас есть ребята, которые придумывают там приложения, которые как раз по лицу, по распознаванию лица могут поставить диагноз, вот они сейчас развиваются. У нас уже, конечно, более маститые учёные занимаются реализацией проекта «Нейромобиль». Сейчас на выставке «Война», ну, можно говорить, в общем-то, представлена биоморфная рыба, это нейрорыба. В общем-то, на самом деле... Её кормить не надо. И очень важно, что, по большому счёту, и государство к этому подталкивает, и, естественно, так складывается, что в реализации этих проектов принимают участие и молодые аспиранты, и магистранты. Поэтому, как только будет придумано, ты сможешь завести себе домой нейрокотёнка. Нейрокот, нейротапки тогда пригодятся, я думаю. Ну, а мы вышли на улицы Нижнего Новгорода накануне с вопросом к нижегородцам. Вот как они считают, какие науки, какие отрасли должны развиваться в будущем. И вот, что отвечали нам люди. Технические науки, которые... Вот физика, электроника, вот это всё, потому что сейчас очень много покупается всё из-за границы. Смысл переплачивать. И социальные какие-нибудь, но исторические, потому что народ должен знать свою историю. Думаю, все науки необходимо развивать. И математику, и физику, и всё остальное. Медицину? Почему? Ну, потому что, чтобы продлить срок жизни, увеличить как средний, так и максимальный. Вот. Чтобы появилось больше вакансий в этой сфере, и чтобы люди охотнее, как раз учиться в медицинские университеты. Технические науки, безусловно. Ну, хочу сказать, нравственность. Вот, наука о нравственности. Есть такая. Нужно, наверное, смежное развивать. Физика с медициной сейчас очень актуальна для развития медицины. Наверное, ещё и экологию. Потому что для современного мира это какая-то трагедия в плане экологии. Заметьте, почти все спикеры говорили о том, что медицину нужно развивать рядом с высокими технологиями. Вот в этом направлении как продвинуто всё, Александр? В этом направлении всё очень хорошо продвигается, и очень много работ посвящено диагностике заболеваний. Это очень важное направление деятельности. Есть, конечно, довольно серьезные барьеры, почему это двигается не так быстро, как хотелось бы. Дело в том, что для любой развития таких информационных наук очень важно иметь обучающие выборки, очень важно иметь доступ к данным. А когда мы говорим о медицине, здесь данные очень чувствительные. Предоставлять персональную информацию обо своих историях болезней, заболеваний и обо всём этом никому, конечно, не хочется. и поэтому существует довольно много абсолютно справедливых законодательных ограничений доступа к этим данным. Конечно, эта ситуация как-то разрешается, потому что данные можно анонимизировать, представить в анонимизированном виде, но, тем не менее, здесь такая довольно чуткая деликатная область, и поэтому здесь может быть скорость развития не такая, как она могла быть, но, тем не менее, есть довольно много серьезных работ о ранней диагностике раковых заболеваний, есть работы, которые позволяют компьютерам лучше распознавать какие-то что-то на рентгеновских снимках, ну и вообще на медицинских данных, потому что когда мы говорим о соревновании человека с компьютером, почему человек часто выигрывает? У нас есть какой-то опыт жизненный, который мы накопили и переносим его легко в любую сферу. А у компьютера статистика? У компьютера статистика, да, и часто нам сложно вот там, почему сложно так было компьютеру научиться распознавать образы так, как человек. Человек за свою жизнь видит образ, не знаю, собаки миллионы раз, потому что он не то, что миллион раз видел собаку, он когда ее видит, он видит последовательность кадров при разном освещении, он запоминает и адаптируется. В темноте может погладить ее, да? И так тоже, да. Когда мы говорим о враче, который ставит диагноз, глядя на что-то, глядя, ну, например, на рентгеновский снимок, весь его остальной опыт здесь ему никак не помогает. Вот весь его опыт это то количество рентгеновских снимков, которые он посмотрел. И здесь, в этом месте, компьютер способен догнать. Он может получить ровно тот же самый опыт, а может и больше. Ему можно показывать в таком же или в большем количестве рентгеновские снимки и кардиограммы, и какие-то другие визуализации, визуализации анализов, исследований и так далее. И здесь машина, ее способность анализировать данные и находить, распознавать какие-то закономерности, выявлять какие-то случаи, она, конечно, пригодится врачам для постановки диагноза. Смотрите, господа эксперты, вы так верите в искусственный интеллект, правда, вы сейчас говорили о диагностике, но если бы возникла ситуация, когда бы вам предоставили выбор хирург-человек или хирург-искусственный интеллект-робот, вы бы кого выбрали? Ну, сейчас я не знаю хирурга-робота, поэтому сейчас, конечно, я бы выбрал человека. Но я вполне допускаю, что в скором времени эта ситуация изменится. Скажем так, если у меня будет выбор, кому доверить свою жизнь, машине, которую собирал робот или машине, которую собирал человек, сейчас я, наверное, скорее доверю в сторону машины, которую собирал робот. Так и вы технократ. Если раньше формулировка «ручная сборка» обозначала какое-то преимущество, то сейчас я в этом совсем не уверен. Не видите преимущества. Никита, а вы? Ну, я бы доверился, конечно, человеку, роботы уже помогают. Я, кстати, хотел поддержать свою коллегу. На самом деле, мы же прекрасно понимаем систему нашего здравоохранения, что, к сожалению, например, не в каждое село можно хорошего найти кардиолога. Да и что, интернет у нас не в каждом селе, давайте. Ну, будем, предположим, что у нас есть интернет в каждом селе. Вот у нас сейчас реализуется проект, называется «Киберсердце» по государственным грантам. Вот сейчас заканчивается. А вот основа его как раз и состоит в том, чтобы собирать большие данные как раз по кардиограммам. И по большому счету, ну, вроде кардиограмма, что такое там? Одна, вторая, сто, тысяча, все собирается в суперкомпьютеры. Есть маленький датчик, который можно использовать в каждом селе. Человек устанавливает этот датчик. Соответственно, информация сразу, когда он снимает эту кардиограмму, уходит на большой суперкомпьютер, фактически можно оперативно поставить диагноз, используя вот эти большие данные. И мы сами прекрасно знаем, что зачастую очень важно быстро и правильно поставить диагноз человеку, чтобы принять решение о его доставке в стационар, операции и так далее. Вот, в общем-то, для нас это уже не какая-то фантастика в России. Это для вас, Никита. А бабушки на селе сейчас заплакали и сказали, что мои врача-то в последний раз видели лет пять назад. Ну, я думаю, что не так все плохо и будет развиваться все это. Я думаю, что в любом случае мы к этому придем, и это облегчит жизнь, в общем-то, большому количеству людей, чиновникам, потому что, ну, в общем-то, в этом плане вот это компьютер упрощает жизнь с точки зрения экономии средств. На самом деле, да, нужно сначала вложить большое количество в создание программ, в обработке данных, в создание массива, ну, а потом уже будет, в общем-то, все дешевле. Вот мы сейчас разговариваем, мне это очень напоминает разговоры, там, с 40-50-летней давности, когда говорили о том, что можно клонировать людей, будет, да, если мы клонируем человека, с нами будут, не знаю, звезды наши бесконечно практически, да, воспроизводиться и так далее. В итоге человечество пришло к тому, что клонирование человека было запрещено. Сейчас мы говорим о том, что интеллект, что, по сути дела, во многом является, ну, таким нашим слепком цифровым отчасти, да, где-то в каких-то определенных отраслях. Не придет ли человечество к тому, что и искусственный интеллект будет, не знаю, просто законодательно запрещен? Не боитесь такого? Александр? Не боюсь, потому что искусственный интеллект это математика, я надеюсь, что мы не дойдем до того, чтобы запретить математику. Гуманитарии рады. Вот, а что касается копирования человека, то здесь я тоже, наверное, не соглашусь, потому что нету задачи скопировать человека. Ну, по крайней мере, известные мне ученые такую задачу перед собой не ставят. Решаются вполне конкретные практические проблемы. В некоторых случаях те решения, которые находятся, они чем-то действительно напоминают то, как решается эта проблема человеком, то есть то, как устроен процесс принятия решений у живого существа. Но есть и довольно серьезные различия. И ищется наиболее эффективный путь, и эффективный путь для компьютера, самый эффективный путь для компьютера будет не такой, как наиболее эффективный путь для человека. Потому что есть в архитектуре, в аппаратном устройстве, если так можно сказать, есть схожие вещи, есть различные. Вот поэтому мне не кажется, что будет какое-то повторение человека, или он будет создан. другое дело, что нам же очень свойственно наделять человеческими качествами все, что нас окружает. Мы же к машинам, к автомобилям относимся, к живым существам. Ну вот все с ними разговаривают, ласточка моя, говорят люди о копейке. Вот что-то у меня сломалось, там кто-то говорит, что я вот что-то телефон барахлит, но я при нем не говорю, он сейчас совсем сломается, нельзя говорить, что я новый куплю. И так далее. Ну, нам свойственно одушевлять предметы, которые нас окружают. А тут, ну да, вот голосовой помощник, который разговаривает. Ну, конечно, мы прям верим, что все это прям человек. Мы здесь домысливаем. Какая-то система, которая принимает решения. Мы это принятие решений системой тоже относим к каким-то человеческим свойствам и относимся к этому как к человеку. Хотя на самом деле это же формула. Это формула с определенным набором входных данных и с конкретным набором выходных данных. Завис компьютер, отойди от него, дай компьютеру отдохнуть. Вы поняли. Александр, мы хотим прямо сейчас, вы очень много говорите о голосовом помощнике Алиса, как о предвестнике искусственного интеллекта. Мы хотим с вами провести некий такой эксперимент определенный. Просим вас подойти сюда. К этой тумбе. Я сейчас все-таки вернусь за ту вещь, которая олицетворяет. Технически необходима для того, чтобы все у нас получилось уже в прямом эфире на НТВ. Извините, без проводов пока никак. Это нужно, чтобы все наши телезрители все услышали. Все это мы сейчас сюда подключим. Вот что мы вас просим, Александр. Покажите, расскажите, возможно, о каких-то фишках, которыми Алиса наделена сейчас разработчиками. Что она может? Пожалуйста. Это вам. Это все вам. Хорошо. Давайте попробую показать. Слушай, Алиса, скажи, какая сейчас погода? Сейчас в Нижнем Новгороде плюс 23. Ясно. А в Москве? В настоящее время в Москве плюс 23. Ясно. Я хотел бы сейчас не с Алисой поговорить, а объяснить одну вещь. Алиса, стоп. Слушаю. Внимательно. Алиса, стоп. Дело в том, что даже такая вот, что сейчас произошло в разговоре. Очень просто ответить на вопрос о погоде. Вообще легкотня. Легкотня. Не удивили вообще. Но вот поразительная вещь, это на самом деле не так просто для голосовых помощников. Я спросил, а в Москве? И Алиса, вот эту фразу вторую, она поняла, что есть продолжение диалога, есть контекст диалога. Фразы рассматриваются не отдельно, а в контексте. Но довольно легко кажется, что сделать такую вещь, как задать какой-то конкретный вопрос о погоде или еще о чем-то и получить ответ. Это же можно заготовить. Это можно запрограммировать, написать какой-то скрипт, какой здесь искусственный интеллект. Самое интересное в Алисе начинается, когда она находится в режиме, который называется free conversation, или как мы у себя на жаргоне называем это болталка. То есть свободный разговор. Вот свободный разговор вообще есть очень мало в каких голосовых помощниках все боятся это сделать. Давайте устроим тот самый режим болталки. Слушай, Алиса. Давайте вкручим. Алиса, давай поболтаем. Давайте поговорим. Но в разговоре на свободную тему я не подглядываю в Яндекс. И мои ответы могут вас удивить. Если захотите узнать что-нибудь полезное или поискать в Яндексе, скажите «хватит болтать» и потом задайте свой вопрос. Как дела твои, Алиса? Привет, привет. Алиса, скажи, как твои дела? Нормально, Григорий. Отлично, Константин. Шутка. Надеюсь, у вас тоже все отлично. Алиса, а твой интеллект искусственный или настоящий? Я настоящая живая женщина. Забралась в ваше устройство. Сижу. Сарказм. Прекрасно. А поиграть можно? Алиса, давай поиграем. Это не то, чтобы плохая идея, но один из нас расстроится. И это не я. Алиса, вернись. Кажется, неплохо поговорили. Что думаете? Поговорили отлично. Продолжим в том же духе. Алиса, давай поиграем. Вот игры, в которые можно поиграть. Давайте в города. Попробуем. Давайте. Я согласна. Нижний Новгород. По данным русской википедии, Нижний Новгород, город в Центральной России, административный центр Приволжского федерального округа и Нижегородской области. Алиса, давай поиграем в города. Запускаю. Отлично. Вы называете город, я говорю город на последнюю букву и так далее. Только учтите, мягкий знак и буква «ы» не считаются. Если вам нужна будет моя помощь, скажите, дай подсказку. Говорите город, а я подхвачу. Бор. Ржев. Вятка. Арзамас. Я сдаюсь. Все понятно. Спасибо, Александр. Это, похоже, не город. Могу вам подсказать. Если идеи кончились... Я думаю, что этого достаточно. Спасибо, Александр. Спасибо. Мы все поняли. Возвращайтесь на свое место. А можно я вот еще сейчас... Нет, вы садитесь, а я задам еще один вопрос. Алисе, ты смотришь ННТВ? Не уверена, что это город. Если вы не устали, можете взять подсказку. Слушай, Алиса, ты смотришь ННТВ? Нет, не смотрю. Это провал, друзья. То ли наш, то ли Алиса. Ну, я думаю, что Алиса с этих пор будет обязательно смотреть ННТВ. Подводим итоги нашего разговора. Мы спрашивали у телезрителей, верят ли они в развитие высоких технологий в целом и доверяют ли им. И вот какие результаты мы сейчас получаем. Лишь 15% говорят, что нет, человек надежнее машина, но зато два варианта уходят по 43%. Это да, они делают жизнь лучше и отчасти они делают нас уязвимыми. Ну что ж, спасибо всем, кто принял участие в нашем разговоре, тем, кто голосовал. Отдельное спасибо нашим гостям в студии. И мы зовем нашу коллегу Ольгу Максимову с последними известиями. Оля, что произошло за последний час? Уф, куча всего интересного. Это время новостей. Футбольный клуб Нижний Новгород узнал своего соперника. В Москве прошла жеребьевка 1-16 финала Кубка России. В потенциальных соперниках горожан числились «Зенит», «Уфа», «Тульский арсенал» и «Динамо». Матчи 1-16 финала, которые команды премьер-лиги проведут в гостях, запланированы на 26-27 сентября. Напомним, в матче 1-32 финала Кубка России Нижний Новгород переиграл Челябинск со счетом 1-0. А уже в воскресенье, 26 августа, телекрадиокомпания ННТВ снова порадует болельщиков прямой трансляцией футбольного матча первенства ФНЛ. В рамках восьмого тура команда Дмитрия Черышева будет принимать русский авангард. Напомним, на данный момент горожане идут без поражений и занимают третью строчку турнирной таблицы. Начало прямого эфира на ННТВ 18.00, ну а тех, кто телевизионной картинки предпочитает смотреть футбол на стадионе, на стрелке, в клубе настоятельно просят приходить на матч заблаговременно. Перед игрой болельщиков традиционно будут ждать многочисленные интерактивы и выступления группы чкалов. Входные билеты на стадион откроются уже в 16 часов. Михаил Бабич назначен чрезвычайным и полномочным послом в Республике Беларусь и спецпредставителем президента по торгово-экономическому сотрудничеству с Республикой. Указ о назначении размещен на сайте Кремля. С 2011 года Михаил Бабич работал полпредом в Приволжском округе. На посту посла России в Беларуси он сменил Александра Сурикова, который руководил посольством последние 12 лет. Путин уже встретился с Бабичем и обсудил первоочередные задачи нового посла. В частности, в ближайшее время выйти по товарообороту на рубеж 50 миллиардов долларов в год. Глава государства еще раз подчеркнул, что Беларуси главный союзник и партнер России и пожелал Михаилу Бабичу успехов в работе. Беларусь является членом и ОДКБ, и Еврозес. Мы строим еще совершенно особый формат, выстраиваем союзные государства. Так что направлений деятельности очень много. Вы будете заниматься не только дипломатической работой, но и работой в сфере экономики, представляя интересы России как спецпредставитель. Рассчитываю, имея в виду ваш опыт государственной работы на самых различных, очень высоких должностях, что этот ответственный участок будет в ваших надежных руках, сказал президент. Исполняющим обязанности полпреда в Приволжском федеральном округе с сегодняшнего дня назначен Игорь Панчин, заместитель Бабича. И на этом у меня пока все. Вернусь в 17.30 с подробностями самых актуальных событий. А в 19.30 итоги недели подведут Надежда Куканкова и Юрий Чухин. Гостем программы станет координатор поисково-спасательного отряда, волонтер Сергей Шухрин. Разговор пойдет о поиске пропавших детей. Оставайтесь на новом Нижегородском телевидении. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова